Флай Саунд В формате Dolby Atmos мы открыли, можно сказать, эту страницу для российского рынка. Мы очень гордимся этой работой, тем более ее номинировали на «Золотой рел по звуку». Один из наших крупных проектов — это «Притяжение». Я сделал эксперимент и попробовал для себя отказаться от привычных территорий, от привычных мне, понятных мне людей, и поработать с новыми для меня людьми, с новой территорией, а именно с командой «Флай Саунд». Мы боялись, Федор боялся, могу честно признаться, теперь не боится. Через недели-две я приехал и понял, что мы с ними разговариваем на одном языке. А я перфекционист. Мы стараемся всегда оставить максимум чистового озвучания, то есть то, что было записано на площадке. Настоящий звук с площадки, он позволяет полностью перенести эмоции, которые режиссер закладывает в своем фильме. И именно вот эта игра актеров настоящая, ее очень сложно воссоздать в студии, поэтому мы как раз старались максимально ее спасти. Мы где-то доходили до совсем микро-редактирования, то есть мы поднимали отдельные буковки, выделяли, чтобы улучшить, подчеркнуть дикцию. Условия записи массовки в студии мы почитали недостаточными, поэтому мы собрали толпу в 300 человек и записывали ее несколько дней на стадионе. Это, конечно, энергетика, которую довольно сложно получить каким-то другим способом, потому что огромная толпа людей, когда она синхронно что-то кричит и скандирует, это вызывает очень сильные эмоции. Это наше дело! Помимо поездок на съемочную площадку, конечно, для каждого фильма мы создаем свою библиотеку собственную. Запись военной техники происходила на авианосце «Адмирал Кузнецов». Мы писали истребители, вертолеты, самолеты, тяжелую технику. Отдельно прописывали танки, отдельно записали «Тигр». Мы хотели очень подчеркнуть ее уникальную красоту звучания. Всегда, когда мы монтируем фоны, мы стараемся сделать так, чтобы любой человек, закрыв глаза, понял, где он находится и что вообще вокруг происходит. Мы искали на картах заброшенные места, записывали там звуки прокатывающихся бутылок, скрипы металла, падение камней с осыпающихся зданий. Мы их поместили в фильм, в периметр, и добавили пепел, который мы тоже очень долго подбирали и искали. Разумеется, без соответствующей технической базы создание настолько многослойного звука было бы невозможно. Весь звук фильма делался на киностудии «Кит», спроектированный и построенный Филиппом Ньюэлом в формате «Долби Атлас». В фильме очень много красивой и разноплановой музыки Ивана Бурляева. Мы занимались записью и сведениями. Сцена с концертом Макса Харджа снималась на настоящем концерте. Мы производили одновременно многоканальную запись и музыки из зала, чтобы передать атмосферу выступления в большом клубе. При работе с музыкой на сведении основной сложностью было как раз совмещение всех композиций и саундизайна фильма. Конечно, большим вызовом был саундизайн пришельцев. Мы решили пригласить нашего друга и коллегу Дэйва Вайтхеда. Это саундизайнер из Новой Зеландии. Он работал над районом номер 9, робот по имени Чапи, Элизиум. Это была их идея, то есть они были в начале нашей коммуникации. Произошло просто чудо. И вот это вот совместное творчество, когда люди разговаривают абсолютно на одном языке. Было по-настоящему уникальным. Андрей Белчиков, the supervising sound editor from Attraction, wrote me an email and I went, OK, it's a sign. We've been talking about, you know, what the sound language is of the film. And you have to try and find a motif or try and find what the palette is of the film. And so it was a real collaboration between the crew here and me. And Lеша Кабзарь, our sound designer, полетел на Байкал. В конечном итоге звук трескающегося льда на Байкале стал пульсирующим звуком летающей тарелки. В этом есть невероятное многообразие, подробности исполнения, невероятный креатив, фантазия, детализация. И самое главное, у них горят глаза. Это первые люди, работу которых, во-первых, не нужно контролировать никогда. Ты просто приходишь и получаешь удовольствие. Теперь я уже в этом состоянии, что я без них не могу работать. И это состояние мне нравится. Мы давно друг друга знаем, вместе работаем и стараемся привнести свое фирменное звучание в каждый из фильмов, которые мы делаем. Редактор субтитров А.Семкин